Корреспондент, Украина. Войны ата насилуют судебную систему и все население Украины. Егор Руд. Корреспондент, Украина. 15 ноября 2018 года. В городе Покровск, на улице с гордым постмайденом названием Европейское, находится весьма непримечательное двухэтажное здание. Проходя мимо, не обратил бы внимания, серый, местами побитый кирпич, пару облезлых кондиционеров, решетки на окнах первого этажа. Это, Красноармейский гороенный суд. Двигаясь по коридорам этого здания, сразу же чувствуешь всю упорочность и заскорузлость реформированной судебной системы страны. Серые стены, темные узкие коридоры, маленькие кабинеты. В некоторых помещениях даже лежит паркет, судя по скрипу, еще с 80-х. В пятницу, 9 ноября, в этом отталкивающего вида здания огласили такой же неприятный для всей общественности приговор военному, ранее осужденному за убийство таксиста в ноябре 2014 года, оправдать. Этот приговор словно плевок в лицо всему населению Украины. По данным ведомства, инцидент произошел равно 4 года назад. Двое украинских военнослужащих, атошника, направлялись в расположение своего подразделения на такси, а еще говорят, что военнослужащим мало платят. После небольшой перепалки с водителем автомобиля и оскорблениями типа Москали-Сепар, военные потребовали остановить машину возле села Галлициновка, Мариинского района. Когда один из пассажиров вышел на дорогу, другой из автомата совершил не менее 4 выстрелов в голову таксисту. Мужчина от полученных травм скончался на месте. Военные спрятали труп в лесополосе и на угнанном авто приехали к месту своей дислокации. Один из них вскоре был арестован, а другой, который непосредственно совершил убийство, объявлен в розыск, сообщили в прокуратуре. Это не первый суд по данному делу. Через год, после совершения убийства, в ноябре 2015 обвиняемый был признан виновным в убийстве и незаконном завладении транспортного средства. Тогда Тошника приговорили к 2014 годам лишения свободы с обязательством выплаты 250 тысяч гривен родственникам потерпевшего. Но посмотрите, что происходит с украинской судебной системой. После реформ Луценко, по прошествии трех лет, во время нового рассмотрения этого же дела, судьи, видимо более гуманные, признали бывшего военнослужащего непричастным к убийству таксиста и переквалифицировали его действия в сокрытие тяжкого или особо тяжкого преступления. Приговор теперь звучит следующим образом. Восемь лет лишения свободы с конфискацией имущества стоит отдать должное местным прокурорам, которые категорически не согласны с приговором суда и собираются подать апелляционную жалобу. Но вот только что это изменит. Реформированная система правосудия уже фактически легализовала бандитизм силовиков. Общество уже настолько привыкло к бесчинству и безнаказанности атошников, что это ни у кого не вызывает возмущения. Законодательно разрешая противоправные действия по отношению к своим гражданам, сегодняшняя власть уже получила общество, основанное на принципах «кто сильнее, тот и прав». Только вся проблема в том, что сегодня бойцы насилуют судебную систему, а завтра изнасилуют вас. Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ.